Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак, и это наш влог номер два. Случилось у нас горе. Ну, на репетиции меня били. Насколько это вообще про деньги, это все история? Или про страх? Эй, вы взрослые, вы все взрослые! Нам надо пойти к вам лучше, муже всего. Это прям очень-очень дорого. Сейчас нахожусь в Матинском амбрату, вылетает в Киев. Случилось у нас горе. Ушла Олеся Волошина, одна из основных авторов наших, с которой мы уже 6 лет работали вместе, придумали кучу проектов, кучу миров, персонажей. Вот сейчас я лечу в Киев, там разговаривать с остальными сценаристами, встречаться, начать этот вопрос. Олеся прекрасный человек, товарищ, пусть земля и будет пухом. Коротко о том, что происходит. Значит, мы в прошлом выпуске рассказывали вам про проект Алтайск. Это наш проект-эксперимент, веб-сериал для Ютьюба. И мы рассказывали, что мы готовимся к съемкам пилота. Так сложилось, что мне пришлось уехать в Киев, и ребята снимали пилот без меня. Но мы вам сейчас покажем, как это примерно происходило. Алтайск – это веб-сериал от первого лица. Проект должен получиться очень интересным, динамичным, я так думаю. Вот сейчас за моей спиной ребята закончили освоение локации, приступают к репетиции. Должно получиться сегодня круто. Так, давайте все на исходные. Репетиция. Мы снимаем в очень интересном формате. Самые близкие отношения у тебя здесь с оператором-постановщиком – это очень необычно. Потому что все время ты работаешь не с партнером, а с камерой. И вот в этом есть большая сложность, потому что все время пытаешься посмотреть в глаза партнеру. Но твой партнер – это исключительно камера. И когда снимают от первого лица, то здесь тоже вы с оператором должны чувствовать друг друга лучше, чем все на площадке, наверное. Мотор? Камера есть? 7, 3, 1. Все, приготовились. Если этот проект нам понравится и он будет перспективный, мы будем продолжать дальше его делать. Мне сказали сказать, что мне все нравится. Но только я еще не знаю, нравится мне все или нет. У нас была репетиция, но на репетиции меня били. Поэтому я пока еще в сомнениях. Но сцена, которую мы отсняли, достаточно любопытна была. Формат новый, интересный. Насколько я вижу, он сейчас востребован. Поскольку мы сейчас снимаем пилот, и в нашем городе Латайске бывает разная погода, должно было быть очень тепло, а сейчас холодно. Мы снимаем очень малые группы, поэтому сейчас я являюсь и продюсером, и вторым режиссером, и даже хлопушкой. Может быть, даже хорошо, что меня не было, потому что никто не ходил с кислым лицом, не ворчал. Я вижу, что у ребят горят глаза, и интересно, что из этого пилота получилось. Потому что конкретно этот проект, он мне лично дает много энергии, и меня он очень сильно вдохновляет. И поэтому у меня есть сила, чтобы продолжать работать над всеми остальными проектами. Вот этот влог номер два у нас срежиссирован, снят и смонтирован Александром Морозовым и его командой. Они участники нашего эксперимента, который мы объявили еще в прошлом году, о том, что 10 видеомейкеров могут снимать 10 влогов на нашем канале. И мы будем их привлекать, давать равные условия. И каждый из вас, в принципе, если изъявите такое желание, можете заполнить Google Form в описании и поучаствовать в этом эксперименте. Все остальные, если вам интересно, можете оценить работу Александра и его команды в комментариях. Что-то понравилось, что-то не понравилось, может быть, мне еще какие-то пожелания, что нужно делать. Еще осталось 8 влогов, и я надеюсь, и дальше будут у нас интересные ребята, которые будут снимать этот проект. Довольно-таки непростой период, вот последний месяц, в связи с тем, что эти печальные события, от нас ушла наш главный автор, главная авторка. И сценарной работы больше, редакторской работы больше. Ну и, наверное, ближайшие 2-3 месяца будут довольно-таки сложными в этом плане, потому что эту работу, ну, не так хорошо она сочетаемая с организационной работой. В прошлом выпуске я рассказывал о том, что у нас есть вот в этом нашем творческом эксперименте, в нашей новой компании VUGI, три направления. Значит, это вот наш тот самый проект для YouTube Алтайск, а второй это бизнес-блог, об этом я хочу рассказать в следующем выпуске поподробнее. И третье это написать и снять пилот для стриминг-платформ. Четыре месяца назад мы этим занялись, то есть группой продюсеров, подумали, какой это проект может быть, и вот через 4 месяца у нас есть первый драфт нашего пилота, то есть придуман мир, придуман сериал, в общем, и есть сценарий первого нашего пилота ситкома. Вот, то есть мы начинали два направления, один проект был подростковая драма, второй был ситком, с подростковой драмой по моей вине, честно говоря, работа остановилась, но вот ситком вроде бы мы сейчас доводим до конца, и вот сегодня я буду рассказывать, читать, вернее, сценарий вот этим же продюсерам спустя 4 месяца, буду читать сценарий нашего пилота, посмотрим, что они скажут, ну, на то, что мы написали. Логлайн, легкомысленный сын Тирана, по неволе становится пешкой жестокой игры за престол. Багдад подключен к аппарату жизнеобеспечения, крупно лицо Багдада, он резко открывает глаза, титры. Ну, по динамике вообще на современные сериалы у них у всех почти все быстрые, типа там «Война семей», какие-нибудь «Жуки», ну, я не похожа, по динамике только, да, только по динамике, а у них там события все-таки сильнее, даже немножко ненатурально быстрее происходят события. Что мы теперь делаем, давайте тоже поймем. Ну, это прям очень-очень дорого. Да, да, даже я скажу, даже на середине я прошел это. У меня делать тая, быстро и на коленке фантазировать, то есть это на самом деле написано по объему согласно с Димой, потому что здесь по объему заявленной информации такой почти полноценный полный метод. То, что ты прочитал, да? Да, церина информации, которую человек должен, как казалось бы, легком комедийном ролике. Мне кажется, что сделаем минуту, как вместо шапки, и там вот такие всякие приколы, сборы бы сделаем. Как в этом трейлере «Диктатор», помните, он там «Олимпийские» стрелял. Мы видели короткие только сцены, и там были всякие смешные. Там можно много юмора накидать, потенциал огромный, кажется. Там вот этот вопрос с главным героем, если он, ну, как бы, насколько это вообще про деньги, это все история, или про страх. Ну, короче, сейчас дорабатываем бумажный вариант, да? Все равно у нас по срокам мы снимать не раньше лета сможем. Нам надо пойти к лучшему режиссеру. Об этом мы расскажем вам в следующем выпуске. Кто у нас лучший режиссер комедийный ролик? Тот, кто с нами согласится работать? Тот. Сегодня тот день, когда мы увидим пилот нашего проекта «Алтайск». Проект «Алтайск» я рассматриваю как такой креативный стартап. И он сделан по принципу «Test and Learn». Такое модное выражение такое из бизнес-среды. Что это значит? Это значит, что на каждом этапе мы что-то тестируем, пробуем, смотрим и смотрим, можем ли мы двигаться дальше. Потому что достаточно экспериментальное такое направление. Вот это POV для YouTube и так далее. И поэтому мы сделали для этого проекта 4 тест-шутинга. Писали несколько разных подходов по сценарию. Это были даже не несколько драфтов. Это были просто разные такие подходы. Мы смотрели с тестов, меняли в сценарии. И вот сейчас очередной этап. Это пилот. Пилот второй серии. Мы решили вторую серию снять и посмотреть, что из этого получилось. Ну и волнительно, потому что сегодня мы посмотрим, обсудим наш пилот и будем решать, что будет дальше. Если он нам понравится, но перспективы не будет, то, наверное, тоже надо будет думать, что с этим делать. Поэтому сегодняшний день важен конкретно для этого проекта. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но посмотрим и вместе с вами увидим, что из этого получится. Всем приятного просмотра. Телефон, она беззвучный, пожалуйста. Все, приготовились. Тишина. Начали. Сразу интересно, да? Да, сразу. Спасибо, Ольга, красивая заставка какая-то. Как в компьютерной игре. Чувствую себя в колокде. Я тебя сниму на скальтошку. Сад и на скальтошку. Раз, два, три. Это Юрки, да? Да, Юрки, да. Привет. Привет. Привет, да. Первый, который нашел сериал. Угу. Сука. Склейки нормально выглядят. Можно даже чаще делать. Да, он вообще классный. Да. Коберплан придумала Настя. Побольше бы отражений. О, ты хочешь. Все-таки захотела появиться в этой серии. Молодец. Еще телефон уже сразу. Там еще есть заставка, да. Помогите. Ой, спасибо, блядь. В общем, так помню, у тебя в полиции кто-то есть. Ну, мой всканун. Выглядит натурально все. Как будто прям... Сообщение тоже. Как будто бы прямо документы. Группа, тихо. Эй, вы взрослые. Вы все взрослые. Там же тихо. Зайти их, выпадь. Тихо. Ты же искренне, радость. Тихо. Пожалуйста. Ой, там глаза горят. Зрачки на все. Хорошо получается. Ча-ча. А почему ты приехал? Нет, это любимый день оператора. Ира, почему он не приехал? Не на фирку. А, на фирку. Нет, сам смешанный был белый. Нет, я бы не хотела знать такие подробности о романе, конечно. Да, еще на фирку. Ахахаха. Жестко. Не самим веселым был Бейбет при этом. Ой, что делать? А Настя с Ромой ничего так бодро подсказывали. Бейбет, а где желтые лилии? Не знаю. Еще пять тысяч долларов, я все сделаю. Ну класс, кто это написал так хорошо? Я вообще не понимаю. Там должны были быть лилии. Реализация вообще офигенная. Все, ребята супер, класс. Очень крутые. Ты понимаешь, что это не просто история? Что там гораздо больше у каждого есть истории. Есть каждому что сказать, что с ним, что болит, что хочет, о чем думает. И это классно. И именно формат вот этот нестандартный, который мы не привыкли, просто вот смотрим картинку. А вот таким образом, мне прям понравилось, я увидела с другой стороны глаза. Чего не хватает иногда, вот в кадре не хватает глаз. А я увидела глаза, особенно вот допустим она лежит в кровати уже после всего, смотрит на нее, а он искоса вот так. И вот мы видим ее глазами и понимаем, ага, там есть у него вот это болит. Убил бы он, честно же сказал, да. И поэтому, блин, мне очень понравилось. Я это говорю не потому, что я там участвую, а потому что я вижу со стороны, и ты понимаешь, да. Да, это имеет место быть, и это нужно делать, пробовать и развивать. Мое мнение. Как прям приземлил. Красная, ничего, не, это уже можно, ничего не добавляю. Это Кэнон, да. Ты что-то делал сейчас? Только сцены, которые темные были, чуть-чуть подтягивал, а прям полную цветокоррекцию не делал. Вообще классно GoPro, камера наблюдения. Да, а ну там два кадра на GoPro. Я же говорю, что без меня они лучше сделают. Ну мы что, мы в мае снимаем блог или что? Ну это мы ждем, знали. Ну если мы сейчас ставим задачу, то мы за апрель тогда должны написать еще 8, по идее, серий. Да, круто было, спасибо вам, пока меня не было. Мне кажется, это хорошая примета. Следующий раз. Уезжай, да? Такой, уехал в Киев, делать нечего. Такой, сижу, жду просто. Классно снимаю, классно там снимаю. Классно, надо продолжать. Вот так прошло это время, этот этап нашей жизни. По пилоту нашего ситкома мы еще будем дальше его дорабатывать, дальше будем смотреть, но потихоньку будем продвигаться. Вот, а по нашему проекту Алтайск, ну вот всей группе понравилось, мне тоже, честно говоря, очень понравилось. Ну есть над чем работать, и поэтому, наверное, несмотря на то, что сейчас самый сезон, весна, лето, будут сниматься проекты для телека. Я думаю, сейчас буду обсуждать со сценаристами, но я убежден, что этот проект надо продолжать. Потому что это, ну, такой энтузиазм у людей, и я думаю, что мы будем снимать дальше. И я думаю, с середины лета, надеюсь, мы уже где-то будем выходить на YouTube, будем показывать этот проект. Ну, пока только позитив, да. И смотрите, что будет дальше. В следующем блоге мы будем рассказывать, что у нас происходит с нашим сценарием пилота ситкома. Рассказывать будем про третье направление, про бизнес-блог, ну и вообще про нашу всю работу, про людей, которых я встречу за следующий период жизни. Вот, я надеюсь, вам было интересно смотреть. Это был видеоблог «Серильный продюсер», влог номер 2. Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Вылетаю из Киева. Наконец-то домой. Много дел дома, много проектов. Много с кем встретился, с классными людьми. Встретился с семьей Леси. Для многих это удар. И Леси, конечно, очень много связывала и в Украине, и в Казахстане. Теперь будем работать с ее группой, работать, продолжать дальше. Появились еще новые ребята, новые идеи. Очень много по нашему проекту, который мы для стриминга готовим. Очень много советов дали. Спасибо большое всем киевлянам. Как всегда, Киев полный идеи, энергии. Ну и, конечно, спасибо всем моим друзьям, с которым мы увиделись. Ну и, конечно, привет тем, кто не смог из-за ковида встретиться. Жалко, конечно. Но ничего, еще увидимся, еще будем жить, в общем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!